Здравствуйте! В эфире программа о работе органов прокуратуры на страже закона. Как предпринимателю в России защитить свои права? Зачастую ответ на этот вопрос он может найти лишь с помощью сотрудников прокуратуры. Свидетельство тому письмо, которое поступило в адрес Управления Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе. Руководитель тюменского предприятия «Аргус плюс» выражает благодарность сотрудникам прокуратуры за оперативное реагирование на жалобу и пресечение незаконных действий должностных лиц отдела лицензирования Уральского регионального центра МЧС России. Только после вмешательства сотрудников прокуратуры предприниматели получили необходимую лицензию и смогли работать в сфере обеспечения пожарной безопасности. Героиня нашего следующего сюжета также смогла противостоять незаконному вмешательству в ее деятельность и также благодаря сотрудникам прокуратуры. Малый бизнес состоит из людей, которые рассчитывают только на себя почти во всех ситуациях. Именно это позволяет им создавать рабочие места для себя и своих работников, не зависеть от социальных пособий и в целом выживать во всех смыслах этого слова. Но это достоинство имеет и оборотную сторону. Такие люди крайне неохотно обращаются за помощью к государству. Даже тогда, когда это сулит защиту их же собственных прав. От незаконных действий других представителей государства. Работники отдела прокуратуры Свердловской области по защите прав предпринимателей знают это по собственному опыту. Поэтому сегодня к традиционным методам прокурорской работы пришлось добавить еще один. Правовое просвещение и пропаганду. Предпринимателям нужно рассказать, что этот отдел вообще есть. И кое-чего может добиться. Конечно, если туда обратишься. Многие предприниматели не обращают внимания, когда к ним приходят органы контроля по каким-то внешне благовидным предлогам. Как в случае с ООО «Продтовары», к ней просто так, без видимых на то оснований, пришли сотрудники Роспотребнадзора и осуществили контрольные отборы продукции. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что на сегодня территории Российской Федерации действует 294-й федеральный закон, который регламентирует порядок проведения проверок, как плановых, так и внеплановых. Все иные мероприятия, которыми органы контроля пытаются обойти требования данного закона, являются неправомерными. Поэтому в случае, если у вас возникают такие сомнения в правомерности действий органов-контролирующих, можете также к нам обращаться. Астра Пономарева, хозяйка двух продуктовых магазинов. 31 декабря 2012 года в один из них пришли сотрудники Роспотребнадзора. Были забраны пробы товаров, одна из проб оказалась некачественной. Назначенный штраф составил 10 тысяч рублей. Однако плановой эта проверка быть не могла. Их порядок регламентирован законом номер 294 ФЗ о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля. Плановая проверка магазина осуществлялась в 2011 году. И, соответственно, Роспотребнадзор не попадал во временные рамки. Внеплановая тоже не получалась. Роспотребнадзор озвучил версию, что это был мониторинг. Такая функция тоже есть. Протокол я подписала. Но мне было удивительно, на каком основании все-таки у нас приходят и забирают продукты. Во-первых, если это мониторинг, а не проверка, тогда это, наверное, государственная программа. А если это государственная программа, значит на нее выделяются деньги. А если на нее выделяются деньги, то, наверное, эти образцы нужно у частных лиц, каким я являюсь, то есть это все-таки частное предприятие, это общество с ограниченной ответственностью, они должны закупаться. Купили и проверяйте. Само по себе слово мониторинг – это статистическое наблюдение. Ну, это я как обыватель, то есть юридически безграмотный человек, то есть по своим определениям я подумала, что как-то это не так. Платить штраф предпринимательница не спешила. Вместо этого обратилась в прокуратуру с просьбой разъяснить, кто же все-таки прав. Тем временем состоялся суд первой инстанции. Первая инстанция, мировой суд, приняла решение не в мою пользу. Тогда у меня уже был готов ответ из прокуратуры о том, что проверка была проведена незаконно. И действия, последствия, то есть штрафные санкции, они не могут вытекать из такой процедуры, как мониторинг. К моменту второго суда было готово заключение прокуратуры в пользу предпринимателя. Некачественный товар – это, конечно, нарушение, но Роспотребнадзор действовал незаконно и не имел права накладывать штраф. Именно поэтому районный суд встал на сторону предпринимательницы. По ее собственным словам, прокуратура помогла справиться с еще одним моментом. Внезапность незаконных проверок оказывает дезориентирующий эффект. И проверяемые предприниматели, у которых, как правило, нет юристов в штате, довольно часто не знают, как вести себя в такой ситуации. И предпочитают заплатить штраф, чтобы, попросту говоря, не связываться. Здесь этого не произошло. Что мне делать? Потому что, когда вот такое сваливается на голову, не знаешь, куда, что делать. Ну, к кому пойти? Юристы – это дорогое удовольствие. Я хочу выразить очень большую благодарность сотрудникам прокуратуры Светловской области, отдельно Еременко Ивану Анатольевичу, за понимание, за участие, за активное участие, то есть за оказание мне, ну, неоценимой, я скажу, помощи и в моральном плане, и в то, что я выиграла, и материально. То есть мне очень приятно, что у нас в Светловской области есть такой отдел. Хотелось бы обратить внимание всех субъектов предпринимательской деятельности, что сегодня в прокуратуре области действует и создан и работает специальный отдел по защите прав, по надзору за соблюдение прав предпринимателей, которые я возглавляю. Если ваши права и законные интересы пострадали, вы можете обратиться к нам, как путем письменного обращения, так и через интернет-приемную прокуратуру области. Более того, если есть необходимость проведения каких-то консультаций, рабочих встреч, то мы, начальникам отдела, проводятся раз в месяц приемы, и на все интересующие вас вопросы вы можете получить ответ. И в продолжении темы. На этой неделе генеральный прокурор России Юрий Чайко провел специальное совещание, посвященное вопросам защиты прав предпринимателей. Сами предприниматели получили возможность высказаться, рассказать о наболевшем и предложить свои пути совершенствования взаимодействия с надзорным ведомством. Селекторное совещание под председательством генерального прокурора России Юрия Чайки, посвященное проблемам защиты интересов бизнеса, проходило в режиме видеосвязи. В московском зале находились первый вице-премьер Игорь Шувалов, помощник президента Эльвира Набиулина, представитель экономического волока правительства, общественных организаций, руководство генеральной прокуратуры. На связи были все столицы федеральных округов. В зале в Екатеринбурге находились соответствующие представители шести субъектов, входящих в Уральский федеральный округ. Вступительный доклад озвучил первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман. Прежде всего возникла практика формирования прокуратуры ежегодных сводных планов проверочной деятельности. За четыре года прокурорами рассмотрено около пяти миллионов предложений контролирующих органов о проведении проверок хозяйствующих субъектов. При этом каждое второе отклонено и расценено как незаконное вмешательство в хозяйственную деятельность. Прокуроры занимали принципиальную позицию и при рассмотрении обращений орган контроля о согласовании внеплановых выездных проверок. За период действия этого федерального закона рассмотрено свыше 160 тысяч таких обращений. По половине из них в согласовании отказано. Одновременно нами приняты меры к усилению надзора за исполнением законодательства самими органами контроля. Только в прошлом году при осуществлении надзорных мероприятий выявлено 66,5 тысяч нарушений закона с их стороны. В том числе 1700 фактов проведения контролерами проверок, не включенными в планы, либо не согласованных с прокуратурой. Если послушать представителей бизнеса с одной стороны и контрольных органов с другой, то в их речи до сих пор присутствует риторика войны. Прокуратура возможно единственный контрольный орган, отношение к которому в последнее время становится менее настороженным. Потому что это зачастую единственная защита от активности других проверяющих инстанций. По общему настроению бизнеса сегодня мы понимаем, что обращение в прокуратуру, оно не будет карательно обращено против обратившегося. А наоборот будут положительные сдвиги в решении вопроса. Может быть они будут не такие быстрые, как хотелось бы, или не приведут к тому результату, который бы хотелось. Но то, что предприниматель будет услышан и воспринят, и какие это будут меры приниматься прокурорского реагирования, вот это уже сегодня сомнений не вызывает. При этом удачных примеров взаимодействия с прокуратурой становится все больше. Об одном из таких сообщил президент Южноуральской торгово-промышленной палаты, которой недавно пришлось решать проблемы предприятия «Медикон» из Челябинской области. Предприятие обратилось в палату по поводу непрекращающихся налоговых проверок одним из специалистов налоговой инспекции «МИАЗа». Обращение в городскую налоговую инспекцию результатов не дали. И только после вмешательства прокуратуры в области противоправная деятельность была прекращена, предприятие продолжило работу нормальными жизнями. Считается подобное тесное взаимодействие между органами прокуратуры и торгово-промышленной палаты необходимо продолжить и дальше. Другой путь решения проблем в рамках закона – это суд. Однако дела там решаются долго, а исполнение решений – это отдельная операция, которая тоже может затормозиться. Ну вообще, конечно, предприниматель обращается к генеральной прокуратуре, когда уже горит. Потому что мы воспринимаем прокуратуру как орган, который может оперативно восстановить справедливость. Когда уже обида перехлёстывает через край и хочется очень быстро получить результат, тогда мы идём в прокуратуру. Иначе суд, который длится годами и решения которого могут быть ещё не исполнены, конечно, для защищённости бизнеса прокуратура имеет значительно больший психологический эффект, нежели судебная власть. Я лично, как юрист практикующий, я довольна, например, качеством защиты предпринимательских прав в арбитражном суде, предположим. То есть, если права нарушены и доказательства собраны, то защитить своё право в арбитражном суде, получить соответствующее судебное решение вполне себе можно. Но качество исполнения потом вот этих принятых судебных актов, оно достаточно часто бывает таким сомнительным. И с точки зрения сроков исполнительного производства, и с точки зрения качества работы службы судебных приставов. А когда предприниматель имеет на руках судебное решение и не имеет его реального исполнения, конечно же, вера в судебную защиту и вообще вот в этом смысле в мощь государства, она, конечно, растворяется. Если же проблема предпринимателя связана с судом уголовным, как известно, экономическим преступлением посвящена целая глава Уголовного кодекса, то здесь существует целая отрасль, которую можно назвать чёрными юридическими технологиями. Даже заведомо ложные обвинения, рассыпающиеся в суде за отсутствием состава, могут навредить деловой репутации, а иногда и обанкротить предприятие, чем часто пользуются одни бизнесмены, сводя счёты с другими. Поэтому представители общественных организаций выражают надежду, что прокуратура усилит свой надзор в этой области. Всё-таки достаточно большое количество дел по 159 статье Уголовного кодекса реальными приговорами не заканчивается. Достаточно большое количество дел прекращается. Но дело в том, что при возбуждении такого дела фактически бизнес разрушается. И то, что потом предпринимателя в конце концов не осудят, в общем-то уже никакого большого значения не имеет, потому что за годы расследования имущества всё уже отсутствует, бизнес разрушен, предприятие банкрот, и цель, так сказать, достигнута, несмотря на то, что уголовное дело в конце концов прекращено. Вот это на самом деле большая проблема, которая беспокоит предпринимателей и, в общем-то, на мой взгляд, в том числе оказывает влияние на невысокую оценку качества предпринимательского климата в России. В последнее время в субъектах федерации создаётся ещё один институт, уполномоченные по защите прав предпринимателей. По аналогии с уполномоченными по защите прав человека, их возможности состоят не в силе, а в том, чтобы встречаться, разговаривать и убеждать. Однако, если обычным омбудсменам удавалось чего-то добиться, то и здесь специализированные бизнес-омбудсмены тоже это могут. Тем более, что их набирает из опытных бизнесменов, знающих всё на собственном опыте. Основная задача нового института – защита представителей бизнеса от всё ещё существующего административного коррупционного давления. Подчеркну, не от государства, а кто эти государственные полномочия использует в личных целях. Институт уполномоченного для России новый, но всё-таки история есть. В общественных организациях существует уже наработанная практика. Например, действенным инструментом защиты предпринимателей является Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». В теме он также действует и показал свою эффективность. В целом, проблемы бизнеса те же, что и несколько лет назад. На совещании говорили и о рейдерских захватах, и о злоупотреблениях чиновников, и о необоснованных проверках. Все эти процессы проходят на грани закона, который нарушители, как правило, знают хорошо, а пострадавшие плохо. Хотя в последнее время начали появляться и другие явления. Есть и новые тренды. Буквально позавчера я общался с молодыми предпринимателями Подмосковья, Балашиха, Долгопрудные, которые говорят, вы знаете, у нас снова к нам, вот мы начинаем бизнес, к нам снова приходится с предложениями крышевать. Те, которые в 90-х годах сели, выходят, ничего не больше делать не умеют, идут по тем же или по новым адресам, и пытаются заниматься той же деятельностью. Такой вот привет из 90-х. Отмечены случаи, когда крышу пытаются предлагать не только бандиты, но и чиновники, и даже полицейские. Хотя сами же предприниматели говорят, что теперь это происходит гораздо реже. Генеральная прокуратура напоминает, защита прав предпринимателей сегодня один из основных приоритетов в работе органа. Прием граждан и предпринимателей в том числе ведется каждый рабочий день. Обращения граждан, уставших искать правду на местах, зачастую получают должное разрешение только после вмешательства управления Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе. Так стало с героиней нашего следующего сюжета. После обращения в управление по указанию заместителя Генерального прокурора России Юрия Пономарева, ее обращение было тщательно рассмотрено, и доводы нашли свое подтверждение. Дело о МИАСском ДТП на первый взгляд должно было стать простым и незамысловатым. Насколько можно назвать незамысловатым, часть первой статьи 264 Уголовного кодекса. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. Лишение свободы до двух лет с лишением права управлять транспортным средством до трех. Если конкретнее, водитель совершил наезд на пешехода. Не дойдя до знака пешеходного перехода и из-за вот этих вот обстоятельств, я остановилась в полутора метрах от знака с намерением перейти дорогу. Дорога была свободная от движущего транспорта. Пока я намеревалась перейти, передо мной остановился автомобиль бежевого цвета, давая мне путь к переходу дороги. Но боковым зрением я увидела, что по этой же полосе мчится автомобиль серого цвета. Ну, я решила поосторожничать и не стала переходить. К автомобиле, не желая столкновения с остановившимся автомобилем, резко повернул вправо на обочину, где я стояла. Ну, в результате я получила ДТП с тяжелыми последствиями. После этого примерно год ушел на операции, костыли и прочие малоприятные вещи. Травмы в результате наезда включали в себя закрытую черепно-мозговую, перелом костей свода основания черепа и еще ряд других. Однако после того, как пострадавшая встала на ноги, еще год пришлось потратить на отстаивание своих прав перед силовиками. Несмотря на всю кажущуюся очевидность истории, возбуждать уголовное дело сотрудники следственного отдела МИАСского отдела МВД не хотели. Потенциальный преступник ездил и дальше по дорогам Челябинской области. Накопившимися жалобами можно застелить обеденный стол. Пострадавшая прошла буквально все инстанции. Добиться адекватной правовой оценки удалось только после обращения в управление Генеральной прокуратуры. Происшествие, случившееся еще в марте 2011-го, начало расследоваться только через два года. По поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева ход проверки и результаты были взяты на контроль. В результате вмешательства данная проверка была завершена. Было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время данное уголовное дело расследуется. Его результаты контролируются прокуратурой. Причины бездействия сотрудников МИАСской милиции, а затем и полиции, также пока не выяснены. Если бы пострадавшая не обратилась в Генеральную прокуратуру, история вполне могла бы быть спущенной на тормозах. Вы смотрели программу о работе органов прокуратуры на страже закона. Адреса и координаты надзорного ведомства сейчас на экранах ваших телевизоров. А наша программа выйдет в эфир ровно через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова